Студент первого курса Самарского госуниверситета Михаил Хроменков поступить на факультет физики и впоследствии стать ученым мечтал с пятого класса. Сегодня он уже осваивает азы работы с приборами в одной из лабораторий вуза. Меня физика всегда привлекала. Мне всегда нравились не только вычисления, но и лабораторные работы. Мне интересно вообще, что дальше будет в физике, как она будет в дальнейшем развиваться. А себя я вижу в дальнейшем, скорее всего, ученым. Михаил не исключает, что в дальнейшем сам будет развивать эту науку и изобретет самую обыкновенную машину времени. Пока я, конечно, не весь спектр физики знаю, только учусь, но больше всего привлекает квантовая физика. То есть идеи квантовой физики, как перемещение во времени. 17 сентября, в день рождения Циолковского, ученые сообщества отпразднуют Всероссийский день физики. В Самарский госуниверситет приглашают учащихся средних специальных заведений, старшеклассников и их родителей. В этот день для них проведут физический диктант, инженерные игры. Ведущие ученые прочитают онлайн-лекции. Эта акция призвана популяризировать физику. Знание физики, наоборот, укрепляет работу в других областях, о чем свидетельствуют многочисленные примеры студентов, которые окончили физические факультеты. Многие, не работая, собственно, по специальности физики, уходят в другие области, например, в юриспруденцию и вполне успешно и там. Проблему нехватки кадров на предприятиях специалистов в области физики обсуждали на Совете ректоров вузов Приборского федерального округа, который прошел в Самаре на площадке Всероссийского форума «Вектор самарской науки» на минувшей неделе. Ученые из разных регионов поднимали вопрос, как привлечь абитуриентов в вузы, где изучается физика. Вот есть предложение, а если бы мы на следующий год, год Академии наук, 300 лет, попросили объявить годом физики, и тогда все были бы скоординированы на этом, каждому надо сказать, что он сделал в год физики, у нас улучшилась бы кооперация и лучше подводились бы итоги. Ранее на окружном совете было предложено на целевые места высокотехнологичных предприятий не сдавать ЕГЭ по физике, а сдать ее в виде экзамена в выбранном вузе. Регионы могут обсудить и поддержать это предложение. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.